Приветствую подписчиков и зрителей моего канала, с вами снова Михаил Фокс. Начну, наверное, с хорошей новости для моих постоянных подписчиков и зрителей. Чтобы не затягивать видео, я все изложу в описании под ним. Также под видео традиционно я помещу ссылку на данный ножик и на магазин продавца, где я это приобрел. Начнем, наверное, с того, что периодически с другом мы посматриваем на новые лоты, которые выставляют на Алиэкспрессе, и какие-то интересные предложения для себя подмечаем и по возможности приобретаем. Ну, чтобы посмотреть, ознакомиться поближе. На самом деле, с каждым месяцем, наверное, даже не то что годом, ножевая китайская промышленность, так скажем, шагает вперед, выпуская все интереснее и интереснее модельки. И вот одним днем мы с другом смотрели очередные модельки, и, конечно, наш взгляд упал на один интересный ножик. Вы из описания к видео уже знаете, что это за нож. Достаточно интересная модель, набирает популярность. В большинстве интернет-магазинов, именно на площадке Алиэкспресса, много на ней заказов. Ну, я подумал, конечно, сначала, что заказы, ну, естественно, это в большей части так, связаны с тем, что нож сделан по, скажем так, по мотивам ножа мастерской братьев Широгоровых, а именно модельки Неон, фотографии которой были вывешены в Инстаграме. И, соответственно, по фотографиям был воспроизведен дизайн этого ножика. Но до конца меня терзали сомнения, что в итоге по фотографиям можно было повторить, получить. Ну, ножик достаточно бюджетный, то есть особо на ваш кошелек не надавит, из дома вас не выгонят за него. Но, опять же, если уж он вам не подойдет, всегда можно его на вторичном рынке продать. Как видим, производит эту, скажем, копию, реплику, или, точнее, нож по мотивам фирмы Веспа. Известна нам эта фирма стала в первую очередь с того, что именно первой она выпустила модели, повторяющие дизайн ножей Microtec Halo 5 и Halo 3. И вот они взялись, скажем, за воспроизведение с фотографией дизайна Неона. Так, идет ножик вот в такой более-менее презентабельной коробке. В плане, конечно, какой-никакой защиты при транспортировке почты, неплохое решение. Такой малыш, на самом деле, первый раз, когда я его вытащил после почты из коробки, был удивлен. На фотографиях он выглядит несколько больше. Здесь же очень маленький, очень компактный EDC ножичек. Я до последнего момента сомневался, что из него что-то интересное, особенно по фотографиям, китайские производители выжили. Но, как оказалось, вполне себе неплохой ножичек получился. Надо отметить флип. Он здесь очень, скажем, звучный, интересный. Но самый, наверное, главный минус, наверное, ну, отнесем его к минусам, это то, что фреймлок вместе с сухаря в закрытом положении давит на клинок. Поэтому приходится приложить больше усилия при открытии. Но из коробки это очень заметно было, по крайней мере, вот в моем экземпляре. Я его на ночь оставил в WD-шке. На утро, скажем, протер, посмотрел, стало уже намного проще. Палец я вчера, конечно, показательный намял. В остальном нож очень аккуратен. Геометрия ровная, гринд не завален. Ровненькие подводы, ровненькие спуски. Очень классная обработка титановой рукоятки. Фигурный спейсер. Клипса жесткая. Даже, наверное, не слишком. Ну, такой средней жесткости. Хороший момент то, что здесь, как мы видим, в начале клипсы сделан такой радиусный изгиб. Изгиб. Это предотвращает возможности ее, скажем, быстрого выхода из строя в связи с тем, что вы ее просто обломите. Угол здесь не острый, поэтому все должно быть в порядке. На карман садится как влитой. Место занимает немного. Посмотрим, наверное, вблизи обработки плашек рукоятки из титана. Так, я думаю, будет лучше видно. Помимо основных выборок на титановых плашках, сделаны такие микро диагональные выборки. Очень классно смотрятся. Тактильно они почти, конечно, не ощущаются, но вместе с основными выборками смотрятся просто супер. Аккуратность и симметрия выработки и обработки всех деталей, всех пазов. Темлячное отверстие. В принципе, пропустить туда паракорд особого труда не вызывает. Не обязательно для этого разбирать нож. Такой вот маленький аккуратный красавчик. с великолепным флипом. Кстати, вот сейчас подметил, что действительно стало получше себя чувствовать после того, как я его, скажем, на ночь замочил в ВД-шке. Вчера я с этим мучился. Сухарик. Крепится на шестигранник. В принципе, с этим проблем нет. Лайнер встает на начало пяты. Залипаний здесь никаких нет. С этим я не столкнулся даже на искоробочной его версии. Без каких-либо смазок и доработок. Давайте, наверное, разберем. Посмотрим на его внутреннее строение. Посмотрим, также залили ли китайцы болтики локтайтом и тому подобными гадостями. Ну что ж, получилось разобрать. Крепится все на двух вот таких винтиках. Прорезь на них не имеет, как на оригинальных винтах Широгорова, каких-либо уширений, вот к нижней части. Разбирается обычными отвертками. Мне понадобилась такая вот битка китайская и одна с мультитул Лизерман. Плашки соединены вместе очень плотно. Немножко повозился, чтобы их разделить. Вот эти штифты прям вот миллиметр в миллиметр сделаны с ответными отверстиями на противоположной плашке. То есть в них сидят очень туго. Как мы видим, внутри подшипники 8 шариков в пластиковой обойме с двух сторон. В нижней части, в нижней плашке, есть выборка под один из подшипников. Втулочка. Давайте вытащим этот подшипник. Ну, особого износа я пока здесь не вижу. Клипсы крепятся вот таким под тайным шестиграничком винтом. Достаточно удобно и аккуратно. Как мы видим, внутренняя обработка поверхности рукоятки также на достаточно высоком уровне. Никаких заусенцев, рытвен, каких-либо следов от фрезы не наблюдается. Клиночек. Достаточно приятный стоунвош на клинке. Вот, кстати, о чём я говорил. Видим достаточно интенсивный след от шарика, впрессованного в сухарь, который и давит при открытии, при первом усилии на открытии этого флиппера. Кстати, шарик похож на керамический. Он не имеет какого-то блеска на части трущейся. Такой вот чёрный, глянцевый, равномерный блеск. Ну что, ладно, соберу я его теперь обратно. Мы посмотрели на его внутреннее устройство. Понравилась плотная подгонка деталей. Понравились подшипнички. И в целом внутренняя обработка. Всё культурно и на достаточно высоком уровне. Перед тем, как я окончательно не завернул этот ножик обратно, посмотрим на винтики. Головки, скажем, грубоват, конечно, обработаны. Видны следы. Но при первом отворачивании каких-то закусов от отвертки, вмятин я не посадил. Хотя и не особо аккуратно отворачивал. То есть, в принципе, закалка винтиков более-менее удовлетворительна. Что не скажешь немножко об обработке. Можно было и получше. Можно сказать пару слов о заточке из коробки. В целом ножик заточен нормально. Но переточить его для полного комфорта, конечно, стоит. Ну, для из коробочной заточки вполне себе годно. Что бы по итогу хотелось сказать о данном ноже. Отличный вышел EDC-шник. Очень приятно сидит в руке. Вот такая бочкообразная обработка плашек. Только на пользу пошла. Просто как влитой. Очень стоктильно, скажем так, приятно его держать в руках. Неплохая обработка плашек, рукоятки, сделанных из титана. Помимо основных выборок, не поленились и сделали много мелких таких диагональных насечек, которые я показывал раньше. Это с визуальной стороны дает большой плюс. Минусом бы я, наверное, хотел отметить обработку винтов основных. Они достаточно грубо сделаны. Можно было их шлифануть получше. Особенно вот выборку под паз отвертки. Клипса средней жесткости. Карман особо рвать не будет. В ней предусмотрен вот этот изгиб, который, скажем так, благоприятно сказывается на долгожитии этой самой клипсы. Неплохая заточка из коробки. Подшипник. Классный флип. Легкий, практичный ножичек вышел. Надеюсь, было видео вам полезно и интересно. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Повторю, что ссылку на данный ножик я приведу снизу в описании под видео. Также ссылку на магазин продавца. Пару слов о данном магазине. Хотелось бы сказать, что беру я уже там не первый раз. Продавец очень общительный. На все вопросы своевременно отвечает. Доставка в среднем где-то 22 дня от него. Ну, вот данный ножичек дошел где-то за 17. Что даже немножко побило рекорды. Ну, вот. Традиционно в конце я вставлю небольшое слайд-шоу с этим ножом. Ну, и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!